Специалисты внештатного аварийно-спасательного звена Сургутнефтегаза провели комплексные учения. Для сотрудников нефтегазодобывающего управления была смоделирована одна из самых сложных ситуаций – ликвидация разлива нефти на воде. За работой наблюдала Светлана Балеева. На то, чтобы погрузить все оборудование, доехать до места происшествия и ликвидировать разлив нефти, в группе спасателей по регламенту было отведено максимум 4 часа. Учения проходили в режиме реального времени. По легенде, разлив произошел на одной из ред Талаканского месторождения – Менялик и дошел до реки Кадалах. Аварийно-спасательное звено приступило к работе строго в соответствии с утвержденной инструкцией. Провели разведку загрязненного водоема и только после этого направили необходимое оборудование на место происшествия. Нефтесборщики скиммеры, переносная вакуумная система, быстро развертываемые боны. Мы планируем установить боновые заграждения на реке Кадалах в два ряда, спустить нефтесборное оборудование для сбора возможной разлившейся нефти на поверхности реки, сбора ее в емкости Вейкотен, вы можете ее наблюдать. А также мы покажем, как мы сможем смывать возможную нефть, которая по берегам будет на растительности с помощью трухсора и напора воды. И сбор этой нефти с помощью нефтесборного сборщика Камара-20 в емкость Вейкотен с поверхности воды. На этот раз в комплексных учениях приняло участие 13 работников компании. Все они квалифицированные специалисты аварийно-спасательного звена. Звено внештатного аварийно-спасательного формирования специально проходит обучение. Атестуется, участвует в ежегодных учениях, в которых нарабатывают навыки, необходимые для ликвидатора. Все они в любую минуту готовы приступить к работе. Но если вдруг что-то произойдет, мы приедем, отреагируем моментально, оперативно. У нас весь персонал аварийно-спасательного звена находится на месторождении. Вся техника, необходимая для локализации, ликвидации, находится вся здесь. Мы в любое время суток сможем это сделать. Устранить учебный разлив удалось в рекордно короткие сроки, всего за 15 минут. Подробная информация о ходе выполненных аварийно-спасательных работ в режиме реального времени направилась в Центральную инженерно-техническую службу Сургутнефтегаза. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Сахам, Оленск.